здравствуйте друзья у нас сегодня очередная гости канала представляйтесь гости меня зовут катерина катерина цехать мне 30 лет я из украины откуда будем из украины центральная часть украины киевской области город белая церковь ну конечно по портвейн такой был серьезно при большевиках я тоже но просто это про него какие-то кошмары рассказывали так а что там сейчас вообще в белой церкви вы давно оттуда ну в марте будет два года как мы переехали с мужем штаты ничего сложно сложно жить ситуация сложная стране поэтому зарплаты падают цены растут а это близко ведь от киева совсем да это совсем близко 70 78 километров то есть на работу не поездишь каждый день но сложной очень много людей из белой церкви ездят в киев каждый день электричка ходит или как они да и маршрутки и электричка ну очень много разных способов то на машине то есть она стоит того смысле заработка что ну я думаю что если ездят люди то думаю что да потому что сравнивая цены киева и белой церкви хоть это и близко близкое расстояние цены ну то есть зарплаты отличаются хорошо так выбор делись там что нет я вообще родилась россии а где город кострома с ума сойти конечно так прямо хардкор раша хорошо так как даже вы попали в белую церковь белая церковь ну мой мой отец он военный бывший в ставке и он вообще из украины сам он служил в городе кострома где познакомился с моей мамой забрал ее обратно украину хочется спросить мама по профессии не учительница учительница у меня мама правда учитель музыки также также ребята могут подумать что я заранее знал я не знал так вы не отодвигается а потому что для военных у военных обычно очень часто жены были из пединститутов девочки потому что когда ты едешь куда-то в гарнизон то но или ты живешь на одну зарплату вот этого офицера или у тебя есть жена который для которой всегда есть работа поэтому учительницы они как бы всегда при работе там в гарнизоне в отдаленном в каком угодно всем есть чем заняться поэтому у этого такая вот пара хорошая пара я наблюдал в ссср хорошо так подождите отец когда в отставку-то вышел очень давно еще 80 по моему 6 87 год да он недолго недолго сложился ну хорошо то есть он может сказать что называется enjoy it life вот с 8 уже 30 лет чем делает это время ну сейчас он уже на пенсии мне мама только работает сейчас учитель мама трудится сюда зарабатывает на учителя музыки нормально зарабатывать можно же да так не очень но не то что там яичками или там курочкой несут или там яблочками там с сада огорода нет огорода нет сада нет все родители квартирные нет клиентуру вот ученики что они несут ну чем платят чем ну это только так знаете конфетами благодарность там после не мама учитель музыки и вот после концертов могут быть поздравления в виде конфет сладкого стола у светланы была тетя которая жила в ялте мы как-то к ним заходили и вот у нее тоже нам преподавала и не помню что именно и у нее ученики были многие там но с холмов там с гор ребята и вот значит и я там был очень принято там курочку или там яички это что-то такое из того что люди при усадебном хозяйстве я поэтому спросим хорошо как вы попали это в америку два года назад ну вы знаете мы с мужем рассматривали много вариантов вот почему-то у нас такой идея засела в голове что нам нужно уехать из украины и начать начать с самого начала давно засела да давно наверно года четыре еще до всех дел до женаты смотри замужем давно нет прям поженились перед отъездом штат ну хорошо вместе выдавлен до давно больше 5 лет шестой уже хорошо расчет вот как только встретились пять лет назад и думаем надо что-то делать нужно что-то делать хорошо по профессии по образованию вы кто я музыкант я могу пошло да вот мама я учителя по классу фортепиано ну как не хочется в кострому в кострому я уже в америке ну хорошо так вы учительницы вы реально преподавали где-то на самом деле только первое время после обучения я пробовала себя в концепт-министерстве а так больше по специальности не работала не работала потому что преподавать в музыкальной школе не очень не очень много заработаешь немного недалеко уедешь на радость есть какая-то в этой работе вот для вас с детками там или вы не пробовали то не пробовала только так еще в университете на стажировке хорошо так а что же вы делали вот все-таки вы от момента окончания института да там скажем отъезда лет шесть там прошло же чё делали много чего перепробовала так давайте подробно в основном работала в сфере продаж чуть-чуть чего продавали то продавали автомобили продавали новые какие но новые новая новая в автосалоне я работала так а то есть у людей в белой церкви есть деньги покупать новые автомобили ну видимо да кто как живет в дальнейшем у моего мужа у родителей есть свой бизнес они занимаются камне обработкой вот и они предложили минералы или строительный камень или что они делают занимаются гранитами и мрамором памятников не обязательно памятники у них очень много всяких изделий столешницы и подоконники для кухонь для памятники тоже очень популярно и модно конечно у нас тут тоже бы здорово большой бизнес да ну что же хорошо а граниты эти самые откуда берутся гранит добывают в украине свой из города винницкий то есть не то что импортирует там из китая границ границ границовой амраморский амрамор он к сожалению не добывается в украине поэтому он весь импортный ну откуда она в основном италия испания хорошо хорошо уважаю хорошо ладно так подождите в их бизнесе работы да у нас так что делали я была в офисе на продажах то есть даже вот я консультировала клиентов и ну что вы измерение делали расчеты то обязательно я консультировала полностью о продукте я делала расчеты и делаю инвойсы подождите а вот эти ну как бы мрамор гранит она приходит какой-то префабрикейтед или слабыми а вы должны из него вырезать мрамор он так как это импорт он уже приходит порезанный он приходит слябами порезанный просто на слабый или порезанный уже на почти готов на полуфабрикат нет нет он просто слябами хорошо а гранит как же а гранит приходил просто вот таким вот глыбой камнями да подойдет тоже режет а у них производство свое да они режут полируют абсолютно полностью весь процесс ну и еще зарабатываются то там наружить можно я думаю да конечно хорошо муж у меня как раз работал вот на производстве он для памятников делал портреты как интересно даже слушайте так вы приехали два года назад куда первоначально мы прилетели в нью-йорк постойте вы гринкарту выиграли как у вас нет мы по турвизе приехали понял хорошо значит вы прилетели по турвизе в нью-йорк да дальше попробовали в нью-йорке поискать работу и через неделю моему мужу позвонил знакомый с которым они учились в школе вот вместе он и штата делавер и он сказал приезжайте ко мне я вам помогу здесь обустроить жить есть у него жили да у него большой доме у него бейсмен снимали ну то есть не то что совсем прямо такую бесплатно то есть нет нет конечно нет он уже здесь америке не как-то вы как-то в делавере делавер такое знаете похоже на украину немножко ой везде поля фермы они тоже украинцы именно ну хорошо так и там делавары какие-то они там очень-очень маленький штат как бы особо настолько прям не развит в этом плане и как бы в основном такие фермеры живут как что же вы там делали муж работал на газонах косил до касси косил траву уже можно слегал кустики жить с этого можно конечно очень очень кстати неплохо было для первой зарплаты и английский не нужен фактически да он работал на русского работодателя вообще-то он такой художник по образованию я понял он красиво вырезал кусты есть такое художник не может просто так куст обрезать то есть художник он уже будучи художником он все равно художественно это делаю хорошо ладно жили вы никого не трогали и потом чего сейчас сейчас где может он остался во флориде инвестирует в меня не просите между делавером и флоридой что было а вот мы за два года каждые полгода переезжаем к сожалению пока не может и место с нью-йорк делавер дальше дальше поехали во флориду в майами майами отбыли там зиму от зимовали нормально зимовались зимовалась хорошо тоже драффорезу тепло нет он там работал нашел компанию которая тоже занимается камнеобработкой вот и работал там на полировочном процессе полировал камни тоже больше денежки чем газон нет 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 гораздо меньше он зарабатывал очень много зона так же стриг бы газон там гол в курсе какими стриг бы но утром вы знаете настолько сложная работа он уходил в 7 утра и приходил 8 9 вечера будете это вы говорите про то есть световой день работа очень тяжело постоянно на солнце постоянно в кофте чтобы не обгореть жарко я понял вот так друзья это только кажется что в раю живешь и так майами дальше в майами вообще это место немножко тяжело с работой в этом плане очень высокая конкуренция вы уже имели решили работу в том моменту первое время нет вот как раз мы в марте мы получили но к сожалению с разрешением на работу моему мужу тяжелее стала искать работу немножко требования выросли зарплату хотелось больше иметь а почему-то предлагали они не больше 10 долларов в час интересно так чем кончилось кончилось тем что муж нервно уже нервно искал работу и нашел на ютюбе тоже искал профессию свою ну то есть где где можно заработать больший день так он на ютюбе заработает и он видел видео где говорили о о кабельном бизнесе работает кабельщиками ребят установка до установка интернета проводят телевидение и интернет телефон ну конечно есть такая работа ты тут это уже нормально да там он работает как субконтрактор и очень даже неплохо зарабатывать мы переехали висконсин это по-русски все или нет все на английском даже а вы сказали что муж во флориде остался с майами мы переехали висконсин потому что он там получил работу но там климатически очень большая разница на канадскую границу и как там висконсин это неплохо но мы были там летом поэтому как бы мы не застали эти холода улетели обратно во флориду нет тоже в форт майерс это со стороны мексиканского залива так а там что а там тоже то же самое просто его перевели другой что сейчас как раз сезон вот зимой сезона во флориде когда туристы все приезжают то очень много же американцев которые имеют дома во флориде и летом летом живут другом штате вот и сейчас как раз самый пик сезона и вот этих вот ребят техников посылают на флорид хорошо то есть он там не живет в каком-то своем постоянном жилье он где там живет мы снимаем жильем снимать то есть но вы не знаете как долго ему надо будет быть да знаете такая профессия немножко нестабильная в любой момент могут просто сказать но все-таки но все-таки какая профессия в руках это не то же самое что да профессия есть как то и можно будет мне кажется легко ему найти а его не тянет обратно там если каким видом искусства занимался там прикладными наверно да но вот не тянет его в эту часть нет он он сейчас сказал что я вот сейчас вкладываю у тебя деньги так ты отучишься найдешь работу начнешь работать зарабатывать и выше вкладывать меня потому что он также хочет к вам в школу хорошо значит а почему вы не стали учиться на первом онлайне я пробовала в онлайне как бы меня муж начинал учиться он да он взял уроки у вас начал учиться и как раз в этот момент ему предложили работу на кабельным как бы тяжелая ситуация была я работала тяжело и работала вообще в клининговой компании чего клинили то квартиры для окейш большая большая работа в майами химии там не дышишь какой химии очень много очень тяжело тяжелая работа честно говоря вы знаете когда приезжаешь в америку без языка без денег тяжело начинать вот и вот мы постепенно подробно вы совсем безденежные приехали то есть у нас в кармане было 2000 долларов это которое нам дали родители мужа ну то есть это отвечает на самом деле на вопрос вот как быть если денег совсем нет ну то есть все таки все таки у вас был человек который сказал приезжайте ну вот нам повезло с другом мужа то что он нас позвал и помог первое время ну хорошо но вы с ним так поддержите отношения конечно обязательно хорошо так муж говорит я тут пока ночь кабель уложу а ты давай до нужны были нужны деньги и он решил работать на кабельном немножко подзаработали я в ресторане начала работать на кухне тоже очень тяжелая работа на самом деле с английским как вы продвигались у меня очень тяжелую вообще очень ужасный английский почему а скажите женщину но есть пару слов там вот то же самое но по-английски и твас харча стайм а его акт о nochst au nochst in very hard jobs it was very oh my god Can you ask me something? Okay do you know anybody who graduated from that school? From that school? Я знаю только один человек, и он уже работал в Манхэттене Ты его встретил в Нью-Йорке, или ты его знал раньше? Нет, я его знаю из YouTube, он есть блог О, блогер? Да, он блогер Ты имеешь в виду, который просто подписал этот видео пару дней назад? Да, братцы в УСА Да, братцы в УСА Я знаю, он работал в Моеве Но ты его знаешь лично, или ты просто смотрел видео? Я смотрел видео, и у нас есть один друг Друзья, значит, девушка совершенно напрасно волнуется Ее английского более чем достаточно для наших дел То есть, может быть, ее там газету журналистской не возьмут А тестировать там никаких проблем Ну вот вы знаете, когда я получила документы о разрешении на работу Все равно было тяжело найти нормальную позицию Приходилось работать в ресторанах Приходилось работать в фастфудах и в клининговых компаниях А вот учитесь вы? Работать собираетесь вообще где угодно? Вот где будет работа, туда поеду? Или вы все-таки хотите там Форт Майерс? Или там, я не знаю, как Муж говорит Муж мне сказал так Где найдешь, тогда я переедю Ну, на самом деле, открытость в этом деле, она очень дорогого стоит Потому что когда люди, особенно вот, когда первую работу надо, когда какой-то прорыв нужен Чем больше ограничений они на себя навешивают или жизнь на них навешивает Тем сложнее, конечно, прорываться Поэтому, чем человек более открыт, тем проще это все делается Хорошо Ну что же, а вам самой хотелось бы где вот так осесть? Ну не осесть, но вот, может быть, так Нам очень, мы очень много путешествовали по Америке Много где были с мужем И нам очень нравится Вашингтон, Ди Си Вот эта вот area Не сам город, а вот area, которая над ним и под Вирджини Там много работы Мне очень нравится Вот, похоже, и климат похож на наш, который домашняя природа похожа Ну, очень нравится Второе, абсолютно, абсолютно в другой стороне это место находится в штате Вашингтон, это Сиэтл Угу К сожалению, кстати, мы там еще не были Это одно из мест, где мы еще должны Так, но вы уже, вам уже нравится при этом Очень много просто слышала о хорошем вопросе Да Все говорят в один голос, что очень красивое место Там очень мило, да Да, единственное, что там с погодой не очень Ну, солнечных дней немного, да На некоторых людей это действует депрессивно Некоторые люди совершенно нормально это переносят То есть, я думаю, что вот те, кто привык жить где-нибудь вот в климате, я не знаю Да, там типа Прибалтики, может быть даже Беларуси Вот где как бы там похоже что-то немножко, может быть они бы даже и не заметили Может быть Там даже дожди такие вот, там не душе вот как у нас ливень тут сейчас Там просто облачно, насколько я знаю Облачно, немножко моросит такое Ну, там очень мило, зелена, там зелени очень много, работы полно Хорошо, так вы какие-то дружбы заводите с девчонками? Обязательно Детки хорошие у нас? Хорошие, вы знаете, перед тем как начать учиться здесь в школе, перед тем как переехать сюда Я постоянно звонила, ну искала жилье себе, чтобы здесь жить и ходить в школу И постоянно звонила в школу, к вам всегда узнавала объявления, не добавляются ли новые, потому что вас вывешивают, да Я там ищу, ищу румейта, вот, сдаю комнату И видимо, видимо девушки, которые сидят на ресепшене, надоели звонки не только от меня И она решила нас познакомить всех по имейлу, она вставила все ссылочки, кто ищет жилье А куда вставила? Она прислала имейл и в строку вставила А, и говорит, вот это ребята, которые, значит Ищут жилье Да, CC Да Вот, и я решила организовать группу у нас в Фейсбуке Так Да, где все нуждающиеся в жилье Так и чем кончилось вот это? Кончилось тем, что я нашла квартиру двухкомнатную Но не в группе? Или вы нашли и подселили к себе девочек? Да, и девочек, которые тоже искали из нашей группы Мы вот сожили вместе То есть это 1 bedroom? 2 bedroom 2 bedroom И сколько у вас там? Четверо Хорошо, и почем 2 bedroom? Мы платим 2 900 Ого Дорого Мы проживем прям возле школы Ага Ну это 2 bathroom, а 1 bathroom? 1 1 bathroom Тяжело делать 4 девочки Да Ну надо, чтобы они раньше вставали, а другие позже Ну вот мы так и распределили, кто раньше встает, тот идет первый Значит вы сказали 2 900? 2 900, но у нас утилиты, утилиты входят в воду То есть вода, электричество включено Ух Ух Да Хорошо Да, жилье дорогое Я просто думаю что-то много, потому что скажем 1 bedroom можно снять там за 1900, например А еще одна комната, чтобы за нее целая тысяча, это что-то дорогое Ну мы рассматривали, вы знаете, мы же не подписывали лист на год И у нас Манс ту манс? У нас манс ту манс А, ну это дороже, да То есть у них помесячная аренда и это дороже стоит То есть если бы то же самое вы взяли на год, например Это было бы не 2 900, а может быть там, не знаю, 2 600, 2 700 Понятно, да Ну что же, хорошо То есть из девочек никто не собирается здесь оставаться Они все так поучились и поехали А вот мы сейчас посмотрим, как все пойдет Ну хорошо Я тоже многого еще не знаю, как пойдет в том смысле, что То есть как обычно идет, мы знаем, но сейчас вот у нас новая власть Президент там и Конгресс, и там большие планы у людей И как это все отразится на экономике, говорят, что хорошо Другой стороны, как бы, многие сомневаются В общем, посмотрим В целом, я бы сказал, что бизнес, комьюнити, да Реагирует хорошо, потому что, видите, акции растут Как-то вот все ожидают сейчас каких-то инвестиций И там в те же мосты, тоннели, там, я не знаю, аэропорты и так далее То есть вот и в оборонках тоже, это тоже создают рабочие места такие с хорошей денежкой и так далее Поэтому Да, поживем, увидим Поживем, увидим, да Ну Ну что же Ладно Я смотрю, что рынок так, после праздников сегодня 12-е, да? Да Уже почти восстановился Вот Уже очень близко к тому, что было до праздников То есть уже Хотя вам что-то вы только начали Ну Ладно Так Так А вы вот Уже были тут выходные одни, да? Вы прожили Вот Что студенты делают на выходные? Они едут к океану, едут в Винную долину, там Немножко, значит, подегустируют Наш колец Ржану сказала никаких гулять, учиться 24 часа в сутки Так как Ленин Владимирович говорил Учиться, учиться и учиться Но он вам не говорил, вы еще молодые Так Но мы читали Читали, хорошо Так Поэтому мы сидели дома на выходных и учились А что происходит в среду, когда в вашей группе выходной? Вот не выходной, мы считаем, что это день самоподготовки Но вот я могу сказать, что в среду здесь практически никого не было в школе Вы знаете, нас четверо в квартире, да? То есть все из одной группы, поэтому как бы уже есть тема А у вас, подождите, это 2 bedroom, то есть у вас есть еще living room? У нас есть living room Где можно там, допустим Еще кого-нибудь подселить Нет, нет, я имею в виду заниматься Занимаемся мы как раз в living room И вот к нам приходили ребята, с которыми мы занимаемся тоже из группы И мы просматриваем те же слайды, которые нам дает Жанна на уроке Вот разбираем, кто что понял, кто недопонял О, Жанна же ваша соседка Что додумали сами Она же там в Киеве жила последние годы, там до отъезда Жанна? Жанна Она, кстати, вот она рассказывала о себе, сказала, что она заканчивала КПИ Да Сказала свой факультет и меня это улыбнуло немножко, потому что у меня муж заканчивал КПИ и тоже факультет А вы говорите художник Ну, у родителей же бизнес, поэтому нужно было помогать Окей, то есть он как бы в душе художник, не по образованию Да А по образованию КПИ какой факультет? Электроэнергетик, электромеханик Окей Жанна, она родом, по-моему, откуда-то из Винницкой области, там какое-то местечко Ну, не помню, по-моему, она не говорила Да, на последнее время в Киеве жила, да, отъезда Ну что же Хорошо А у нас, вот знаете, я расскажу тут нашим зрителям, что педагоги, кто-то говорят, знаешь, захожу на кухню, чувствую, что-то вот такое происходит необычное А потом смотрю, говорят, девки там по-украински беседуют, значит, и вот у нас тут западенцы есть, у нас из Львова трое, там не знаю, может еще откуда Вот, и они так балакают, значит, там Лепечить А? Лепечить Лепечить Да, значит, а вы можете? Звучайно Звучайно Это моя родная мова А как же вы в Костромске? Я ж из Украины, я всю жизнь прожила на Украине А в Костроме когда вы уехали оттуда? Ну, я там только родилась То есть вас помнят только в роддоме У меня там родственники, у меня бабушка, у меня все родственники по маминой линии, все там жили В Костроме? Да, в Костроме У меня, кстати, семья русскоязычная Понятно, а как же вы тогда? Украинский я выучила с родителями мужа, они украинские А, я понял, то есть вы просто подхватили у них Конечно Каждый раз, когда приходила к нему гость, они говорят, а чему он и на украинский? Так, а у них такой украинский, как вот туда Западенский? Как в Галиции, говорят, или вот? Нет, вот такой вот, как у нас в центральной части Такой, типа Суржик Типа, да Понятно Вам знакомы, да, такие сленги? Ну, конечно, конечно У меня жена из Киева, вы что? Серьезно? Конечно, у меня жена из Киева, они на Пушкинской, через дом от железнодорожных касс Если вы ориентируетесь Да, да Ну, это с Пушкинской, что же А жена говорит на украинском тоже? Не может, не может, не может А она, если попытается это сделать, ее автоматом выносят на английский То есть, вот, как бы, неродной один, неродной другой, то есть, начав, говорит на одном неродном, она переключается на другой неродной Но вы долго уже просто здесь живете? Ну, не знаю, она никогда не могла, но, во всяком случае, она понимает То есть, она знает, вот, если слово какое-то, она знает, смысл она знает, даже грамматику там как-то немножко знает, ну, так, чуть-чуть А, в общем-то, они, конечно, вы знаете, что, я помню Киев, вот, когда мы с женой познакомились, это, скажем, 74-й год, 74-й, 75-й, вот, там, Киев был абсолютно русскоязычным городом То есть, вот, услышать украинскую речь можно было только, если, знаете, где, вот, какие-нибудь рельсы идут, там, трамвайные И стоят тетки в оранжевых жилетах и там ломами что-то пофигачат по этим рельсам, вот, они говорили по-украински Заставляли, наверное, просто Нет, но вот так, в целом был абсолютно русскоязычный город, но вот сейчас, я был 3 года назад, скоро 4 Я заметил, что очень сильно сдвинулась эта часть, то есть, люди просто разговаривают, вот, так идешь и разговаривают, нормально Вот, эта часть очень изменилась Ну что же, давайте мы такой вопрос зададим Вот вы уже 2 года в эмиграции, можно сказать Да И есть что-то такое, что вы могли бы, обобщая вот эти 2 года и, может быть, опыт других людей Может быть, вы что-то такое скажете, что важно знать людям, которые собираются Или, может быть, думают ехать, не ехать, вот, чтобы им не нарваться на неприятности какие-то К чему быть готовым, вот, что-нибудь такое у вас есть обобщить? Нужно быть готовым к тому, что здесь легко, сильно не будет Что деньги здесь, в США, не падают с неба А в Белой Церкви падают? Нет, но здесь можно, здесь есть возможности Тут? Конечно Дома немножко сложновато с этим Ну хорошо, а вот, допустим, трудная жизнь в Америке На маленькие денежки пока, тем более там начало было без разрешения на работу Эта жизнь трудная Она в материальном плане не уступала, как бы, тому, как вы жили, вот, скажем, в Белой Церкви? Нет, конечно Здесь, даже работая на вот таких вот низких Низкооплачиваемых Низкооплачиваемых, да Профессиях Можно неплохо жить Цены, например, в магазинах, да, просто на продукты Я считаю, что они очень низкие А если сравнить вот с тем, как цены, скажем, вот, то, что вы помните, вот, вы приехали в Украину, Америка Вот, цены примерно... Мне кажется, они на одном уровне, только уровень зарплат гораздо разный Ключается А сейчас, разговаривая с мамой по телефону, по скайпу, я просто в ужасе от того, насколько цены растут Они все выше и выше Растут в гривнах или в чем? В гривнах, в гривнах Но вы в состоянии, допустим, там, скажем, стольник маме послать? Конечно Я стараюсь всегда высылать И я считаю, что 100 долларов для мамы, это будут даже бешеные деньги И она, ну, как бы... Моя мама зарабатывает гораздо меньше в месяц Чем стольник? У нее около 50 долларов в месяц зарплаты На учениках? Да Так понимаете, маме сколько годиков примерно? Она 60-го года, вот, 57 будет Я понял, то есть на 4 года у меня моложе То есть она, в принципе, пенсионного возраста уже мама, да? Ну, она пенсию получает параллельно И все, что она в состоянии заработать, 50 долларов? Ну, это зарплата 50 долларов, а пенсия у нее еще меньше, около 35-40 долларов А, то есть у нее нет частных учеников? Нет А, то есть она на работе это зарабатывает Ну, хорошо Поэтому 100 долларов, для нас здесь это малые деньги А в Украине это очень-очень неплохой бонус С точки зрения людей и взаимоотношений между людьми в Америке Вот, знаете, говорят, что вот они улыбаются неискренне Что как-то вот так стена там, как-то вот не воспринимают Ну, как-то вот так изолированно живут люди Американцы? Ну, вообще Вы знаете, мне кажется, это зависит от места, где проживают сами американцы Потому что вот сейчас, я из Порт Майерс прилетела Это очень маленький городок, похоже на нашу деревню, село, да, у нас И люди настолько забиты У меня муж просто каждый день приезжает и возмущенно кричит, говорит, как они живут Как, как? Здесь все по комьюнити разбито Комьюнити это что? Комьюнити это группа, есть въезд в комьюнити А, вы видите, конструктивно, вот, как бы, я понял Комьюнити это Как бы группа домов Организация недвижимости, да Заезжаешь в это комьюнити У них есть свои поля для гольфа Есть бассейны, тренажерные залы И вот такое обществление, он говорит, что они не выезжают за пределы этого комьюнити Настолько они вот забиты Пожилые люди, пенсионеров там Да Ну, так и что им А на весь даунтаун в Форт Майерсе какой-нибудь Есть, но он очень маленький Очень маленький Ну, там кафешечки, что-нибудь такое Да, несколько кафе Может быть, там небольшая площадь, где можно елку впихнуть Ну, я понял То есть вы в такой сельской местности оказались Да, да А в Делавере как? Делавер тоже Там очень маленькие-маленькие Хорошо Эти населеные пункты Вискансин или где там? В Вискансин мы жили в Милоке, недалеко от Чикаго Ну, это большой город Это вот уже большой город Да Абсолютно люди другие Уже более интернациональная местность, где очень увидишь много разных интернациональных людей Поэтому и как бы и общение другое, и жизнь другая А тут? Здесь? Я пока не поняла Знаете, я из школы домой могу забежать в магазин Вот записалась в тренажерный зал И все, а я больше пока еще ничего не вижу То есть вы такая спортсменка? Да Да, я стараюсь Я вот сейчас решила для себя, что заниматься, самая первая И поддерживать себя в тонусе, в форме обязательно Ну, хорошо Ладно, давайте немножко к школе Вот вы уже тут у нас ровно неделю, да? Сегодня четверг, вы начали в прошлый неделю, четверг Да, как раз в четверг Значит, уже пять занятий прошло Вы... есть ощущение, что как бы материал такой, ну, нормально усваивается? Или думаешь, ой, кошмар какой там, как все сложно? Вы знаете, я смотрела онлайн-уроки До того? Да, перед этим я сначала просмотрела ваши русские занятия Уроки Я на ютубе нашла, они совершенно доступны для всех На русском? Да, на русском языке Так как английский слабый, я сначала просмотрела на русском языке Да вы не прибедняйтесь, что вы это? Он народ, что это? Спасибо, Михаил Ну, дается, так Потом начала смотреть на английском языке Потому что у моего мужа были доступы к онлайн-урокам Я просмотрела и когда прилетела сюда, уроки начались Мы вот изучаем материал И очень, я так вижу, интенсивно-интенсивно То, что я изучала месяц-полтора-два Здесь вот оно как раз сдалось за неделю Подожди, то есть муж не три урока было, а больше, чем три урока был? В онлайне у нас? Да, он почти полностью просмотрел А, да подождите, ну тогда вам надо дать этот самый зачет То есть то, что он заплатил, чтобы вам зачет пошло А мне я уже... А, окей, хорошо, хорошо Я смотрю, чтобы вас не обидели Так, ладно Вот, и когда приехала сюда, вот я настолько была счастлива, что я просмотрела вот эти вот онлайн-уроки Вот я, да, я уже вот очень много чего знаю И здесь просто я дополняю свои знания А вот девчонки, которые со мной живут Они не смотрели данных уроков И вот я вижу, как им очень тяжело Вот они, им приходится учить много Они много чего не понимают А вы объясняете Я стараюсь Самый лучший способ что-нибудь узнать, это другим объяснить Я стараюсь Ну мы думаем просто, что это все постепенно Начало же все с теории интенсивной Причем я думаю, что когда уже начнем мы это все на практике использовать Я думаю, оно начнет усваиваться На практике ты приходишь и говоришь Боже, вот оказывается-то Вот оно как Вот как этот пазл-то сошелся Понимаешь, да вроде Да, очень много кусочков таких Ну что же, хорошо И Жанна у вас, она как наседка Так вот, деточки, деточки Вот что там обихариваются Очень хорошо, что после каждого урока Можно к ней подойти еще Спросить, расспросить И очень много что она просто уже объяснит тебе Даже если ты там что-то на английском не понял Она как-то тебе объяснит еще на русском дополнительно Это очень хорошо Ну что же, ладно Так я что думаю-то Как бы вас не отпустить Не спросивши Так а родители где ваши? В Украине Ну, чего они там? Мама преподает, я понял Так, папа что делает? Папа на пенсии Ну, то есть вообще ничего Очень тяжело, я не знаю Я так скучаю по ним, ужасно Родители мужа получили турвизу в Америку У них есть И они вот прилетали уже один раз к нам Слушай, как прикольно Да, они вообще путешественники Где они только уже не были То есть у них хватает на путешествия, что они зарабатывают Ну, у них же бизнес свой есть Ну, а бывает такой бизнес, что уже лучше бы на кого-то работало Лучше бы и не было, да, только в минус Это по-разному бывает Вот, они планируют, собираются к нам прилететь второй раз Вот ждут пока я отучусь, чтобы какой-то был Бизнес иметь, тем более, который дает денежку Это сопряжено с какими-то рисками Там, не знаю, с бандитами Там, с государством, которое нравится тебя обидеть Вы знаете, столько ситуаций уже было дома Настолько риск большой иметь какой-то бизнес свой То приедет к тебе пожарная инспекция И еще кто-то И вот у моего мужа, дядя, он владеет полями Сельскохозяйственными? Да, он выращивает кукурузу То есть можно купить землю в собственности? Ну, не то что владеет, он снимает ее аренду Арендует, да И уже несколько раз были попытки забрать это все у него Из-под аренды? Да Просто все забрать И сколько раз он уже сталкивался с этим Ну, ужасно просто Да, интересно Ну, хорошо, то есть вы как бы здесь Особо не ностальгируете Только вот по маме с папой Ну, да, и по друзьям, конечно же Понятно Ну, вы с мамой, с папой Там у них есть компьютер, скайп Обязательно, в скайпе постоянно Мама не говорит, давай деток там что-нибудь такое Ну, сейчас как раз такой момент, когда Родители, что мои, что мужа Нас давайте уже, давайте Прорывайтесь Вот, и знаете, все успеть нужно Уже 30 лет все-таки как-никак Ну, 30 лет такой возраст, когда ты уже, в общем, более-менее взрослая девочка становишься И осознанно все делаешь И, в общем, но это достаточно молодой такой возраст Когда еще практически все доступно Поэтому, конечно, нужно успеть там и тут и там А что вам время терять? Давайте Вот как Хорошо Как его так вместе совместить? И карьеру сделать, и детей нарожать? Нарожать им Это дело такое, как бы, важное тоже Обязательно И карьера важная, все важное Ну, сейчас две зарплаты будет же, другой разговор совсем Хорошо, давайте тогда мы с вами договоримся, что вы пока Вы у нас не пропадаете никуда А так вот в доступе И мы за вами будем следить Потому что, знаете, зритель, он ведь что? Он влюбляется в своего героя Да, вот, ласточка Вот, и он влюбляется И он говорит, а где же? Где же вот там Танечка? А где же там Юленька? А где же вот такая блондинка у вас была из Миннесоты? А вот где же, где же они все? Понимаете? Вы знаете, я так надеюсь, что У меня вся надежда на вас Я отучусь, я пройду интерншип, я найду работу Но настрой хороший А вы наш канал смотрели раньше? Да, обязательно Какие-то были у вас герои там, любимые? Ну, у вас герой тоже блогер Боже, как же его зовут? Хвастович? Да, Хвастович Частенько я его просматриваю, вот тоже, блог Окей, я правда редко что-то смотрю Я так больше по заголовкам И так, тюк-тюк-тюк-тюк, так точечно Я смотрю, мне очень нравится, как вы делаете open house Когда вы смотрите дома, которые продаются Потому что тоже еще нужно успеть и дом свой купить Планов много Да, да, да Купить, там подделать, что-нибудь Тогда Вот, я очень был рад, что у нас Оля училась Вот, вот, жена Хвастовича Она же еще немножко там Выбеситила нашу внучку Сашу То есть, там, как-то так получилось, что Независимо, совершенно без какой-то такой связи Вот вдруг оказалось, что Вот, и так Вот у меня в ее возрасте Был вот такой же вкус Вот я, когда смотрю на эту Олю Я говорю, эх, ты смотри, Хвастович Прямо вот Молодец Молодец Вот, она очень-очень хорошая Ну что же, давайте Давайте двигаться вперед И будем периодически рапортовать нашим, значит, зрителям Мы можем вас иногда, знаете, так, группово Собрать, там сразу несколько героинь А почему бы и нет Вот, и какой-то устроим Как-то сказать Обкашляем там какие-то темы Конечно, а можно будет еще после интерншипа собраться Кто чего достиг Вот А можем день, там, знаете, там барбекю какой-нибудь Ой, вообще На природе Сейчас как раз природа распогодится Сейчас не очень Мы так ждем Вот я смотрю погоду, постоянно мониторю И вижу, что до вторника дождей не будет Будет солнечное Я вам скажу, через месяц уже трава начнет сохнуть вокруг Так, а в марте уже сухая трава Уже такая желтая, вся пожухлая Ну, это у вас сейчас как раз сезон дождей Да, ну, много лет тому назад Был сезон дождей в это время Последние годы как-то оно так вытеснялось Вот, не знаю, какими-нибудь антициклонами Там, я не знаю, кто там их выкидывает Ну, я насколько слышу просто, что все говорят сейчас в Линголе Что зима, такой зимы, не помним, холодная зима Ну, поскольку я здесь уже 26 лет, то я помню Но могу сказать, что, в общем, давно такого не было Это правда Ну, что же, давайте мы, значит, где у вас правая рука? Все А то у меня тут просто раз перепутала, девушка Значит, ваша рука правая Моя рука левая Значит, мы так машем всем и говорим пока Давайте Пока-пока Пока-пока Пока-пока